Сегодня Верховный суд России рассмотрел апелляцию Шавката Миндиярова. Напомним, молодой человек отбывает пожизненный срок за тройное убийство. Жестокое преступление произошло летом прошлого года. Бывший десантник через балкон забрался в квартиру на втором этаже. В планах у него было только воровство. Он хотел что-нибудь украсть, но оказалось, что дома спала целая семья. Миндияров зарезал троих человек и похитил планшет, банковскую карту и 5000 рублей. Гособвинение потребовало для подсудимого максимальное возможное наказание – пожизненное лишение свободы. Сегодня в Верховном суде Республики Тарстан рассмотрены апелляционные жалобы по уголовным делам в отношении Миндиярова. Он посчитал, что пожизненное лишение свободы является чрезмерным наказанием. Однако судебная коллегия оставила приговор без изменения. Миндияров будет отбывать наказание в колонии для пожизненно осужденных. В гараже на улице Хадид Акташа был смертельно ранен житель города Цивильска Чувашской Республики. Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам. Им оказался 26-летний житель Казани. Как выяснилось, молодой человек разместил объявление о продаже автомобиля. Когда навстречу приехал подкупатель, между мужчинами произошла ссора. По данным следствия, житель Чувашской Республики увидел объявление о продаже автомобиля Volkswagen в Казани и решил приобрести его. Он созвонился с Евгением Лебедевым, которому якобы принадлежала машина, и договорился о встрече в гараже на улице Хадид Акташ. Именно в этом гараже произошло покушение на убийство. Покупатель попросил Лебедева показать ему документы на автомобиль. Но тот в просьбе решил ему отказать. На этой почве между мужчинами и возникла ссора. Подозреваемый достал нож и ударил им покупателя в живот. Окровавленному пострадавшему удалось вырваться и выбежать на улицу. Увидев раненого человека, очевидцы вызвали скорую помощь. На следующий день мужчина скончался в больнице. В настоящее время злоумышленник свою вину признал частично судом по ходатайству следователя в отношении него избрана меры пресечения в виде заключения под стражу. Также ему предъявлено первоначальное обвинение. Назначены необходимые экспертизы. Также проводятся другие следственные действия, направленные на сборы закреплений доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. Медики, пожарные и спасатели МЧС выехали на крупную аварию, которая произошла на перекрестке улиц Бурхана-Шахиди и Тазигизата. Митсубиси протаранил Тойоту, которую от мощного удара выбросила с дороги. Она снесла двери и практически влетела в фойе отеля. Пассажирку легковушки зажало в искореженном салоне. Все происходящее первые минуты после аварии на камеру мобильного телефона засняли очевидцы. Женщина, которая в первую очередь нуждалась в помощи, находилась на заднем сидении Тойоты. У пассажирки оказались зажаты ноги. Чтобы вытащить раненую из раскурочного кузова, пришлось применять специнструменты. Металл иномарки оказался довольно крепким, но спасателям МЧС удалось вскрыть двери и разжать боковую стойку машины, после чего передали пострадавшую в руки медиков. Женщине крупно повезло. Тяжелых травм, которые могут сказаться на дальнейшем состоянии здоровья, медики не обнаружили. Следом за пассажиркой Тойоты в больницу увезли еще одну пострадавшую, которая находилась в паркетнике. Пострадавших могло быть куда больше, ведь после мощного удара Тойота на скорости влетела в здание отеля прямо через парадный вход. Лишь по счастливой случайности в это время в дверях никого не было. Я выходил буквально за две минуты до столкновения. Вышел, слышал удар, побежал и начал снимать. Страшно, конечно, да, а если бы я выходил буквально в тот момент. Машины ехали навстречу друг другу. На перекрестке владелец Тойота решил повернуть на улицу Тазигизата. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя легковушки, который не уступил дорогу паркетнику. Он ехал на красный сигнал светофора. То есть он разворачивался, он должен был остановиться перед трамвайными путями. Он поехал дальше, без остановки. А вы здесь, когда повернули, на этот светофор смотрели или нет? А я как бы не местный, что-то я, видать, не увидел. На эту машину тоже не обратили внимания? Нет, я отмортил, но уже было поздно. В Казани владелец Тойоты приехал в гости к родственникам из Санкт-Петербурга. Отправиться обратно домой он теперь сможет лишь на общественном транспорте. Ведь свой автомобиль уже нет смысла восстанавливать. Настоящее автопобойще устроил пьяный таксист сегодня утром во дворе на улице Парина. Мужчина на Део Джентри с таксистским плафоном на крыше пытался проехать по узкой дороге. Но не справился с управлением и протаранил припаркованных 8 машин. Очевидцы задержали нарушителя и вызвали на место инспекторов ГАИ. Пьяный таксист сразу решил все отрицать. Якобы за рулем не сидел, машиной не управлял, в аварию не попадал. И это несмотря на то, что свидетелями подвигов водителя оказались многочисленные местные жители. Кто-то даже бросился в погоню за неадекватным автомобилистом. Почему вы тогда вас задержали? У вас с южукой с ним общаюсь. Вы каждый день уже на формате? Общительные сотрудники попались вам? Мы позвоним. Мы знакомы. Не исключено, что пьяный таксист приехал во двор дома на улице Парина по заявке. Несмотря на свое состояние, хотел забрать очередного клиента. Но узкий дворовый проезд оказался непреодолимым препятствием для мужчины. На повороте он сразу задел несколько машин. Тем не менее продолжал давить на педаль газа. В итоге всего от неумелого вождения пострадали 8 припаркованных автомобилей. Первое калину он, получается, зацепил. Вот видите, угловая машина. Потом ближайшую девятку. И вот так он. Но потом мы вот... Нам больше всех не повезло. Наш ряд зацепил. Те свободы, нормально. Потом в конце уже там ему заблокировали вход, и он рванул налево. Пытаясь скрыться от преследования, пьяный водитель свернул в полисадник. Уже здесь он умудрился проехаться по узкой пешеходной тропинке через все ямы у хаба. Однако его все-таки задержали через несколько десятков метров. Поймал таксист-очевидец. Он вытащил виновника из машины, забрал у него ключи, удерживал до приезда полицейских. Спиртное не употребляли? Вы трезвый? Да. Да? Да, да. Просто вот прибор алкотестер показал совершенно иное? Не знаю, нормально показал. А? Показал нормально. Нормально показал? Да. Алкотестер показал значительное превышение алкоголя в организме. Больше 0,600 миллиграмм спирта на литр выдыхаемого воздуха. Четыре раза его лишали уже прав. За пьянку все? Не знаю, что за пьянку, за пьянку. Вот как он работает таксист. Вот рекламу такую им сделаю, набирают. Сейчас мучаемся. По словам спектра в ГАИ, у мужчины в самом деле нет водительского удостоверения, так как он был лишен права управлять автомобилем. Согласно закону, теперь нетрезвому виновнику аварии грозит уголовная ответственность. Сегодня в Верховном суде Татарстана начался процесс над членами группировки «Мебелька». Свою историю Казанская ОПГ ведет с конца 80-х годов. На скамье подсудимых оказались основатель бандформирования и трое его подельников. Группировщики подозреваются в нескольких убийствах, покушениях и незаконной торговле оружием. Рядом с Эльдаром Бургановым его ближайшие соратники Виктор Трифонов и Олег Тихонов. Чуть подальше сидит Александр Никитин. В группировке он исполнял роль киллера. В 80-х годах «Мебелька» стала одной из самых мощных и сильных ОПГ Казани. А ее участники взяли под свой контроль бизнес нескольких районов города. Изменяется подсудимым совершение 8 убийств, в том числе и покушение на убийство. Организации убийства совершены были по заказу, то есть за денежные вознаграждения. Кроме того, стоит отметить, что исполнители убийств все имели специальную подготовку. Многие из них служили в Афганистане, есть бывшие сотрудники полиции. Жили вообще в окружении врагов. 56-й квартал, панели, чайники. Пытались выживать, делив при этом асфальт. Собралась группа спортсменов, так скажем. Занимались в подвале океан. С годами группировка обзавелась связями и серьезным бизнесом. В 92-м году Эльдар Бурганов покинул страну. Что интересно, скрывался он не от следствия, а от коллег по цеху. Разругавшись с одной из казанских группировок, авторитет бежал в Венгрию. В 8 лет о нем ничего не было слышно, пока в 1998 году он не решил вернуться. В это время участники мебельки начали делить бизнес. Ряд участников группировки перебралась в город Москву, где стали неофициально осуществлять контроль за банком Лекпромбанк. Внутри которого, как раз между этой группой участников группировки, произошел конфликт из-за ведения бизнеса данного банка. Решив отложить оружие в сторону, группировщики поделили бизнес законным путем. В результате нескольких судебных процессов банк удалось разделить без кровопролития. В это время ОПГ возглавлял Юрий Андреев по кличке Кент. Эльдар Бурганов не стал мириться с отставкой и вступил в борьбу за место. Между ними межличностный конфликт произошел, который наложился как раз на конфликты, возникшие внутри группировки. Следствием установлено, что за Андреевым следили долгое время. И в один из дней в марте 2001 года, когда он вышел из дома и сел в свою машину, к этому автомобилю подошел неустановленный следствием мужчина, который в упор расстрелял Андреева из пистолета-пулемета, предположительно марки «Скорпион». Показательное убийство спровоцировало целую волну насилия. На самодельном взрывном устройстве подорвался участник казанского ОПГ «20-й двор», пытавшийся заминировать машины авторитета мебельки. В мае 2002 года несколькими выстрелами из пистолета был убит лидер казанской преступной группировки «20-й двор» Фердинанд Ахмадуллин. Свою вину ни один из задержанных так и не признал. Судебное заседание было перенесено на 22 июня. О переносе ходатайствовал новый адвокат Александра Никитина. Якобы она успела ознакомиться лишь с половиной материалов дела. Гособвинитель на это возразил, заявив, что защитник умышленно затягивает процесс. Но судья пошел навстречу и объявил недельный перерыв. Разыскивается Анна Журавлева на вид девушки 18 лет, среднего телосложения, рост 160 сантиметров, волосы средней длины до плеч. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Анны Журавлевой, просят обращаться в дежурную часть отдела полиции Епеева по телефону, указанному на экране. Информация принимается круглосуточно. В середине ноября 2014 года Анна Журавлева, проживающая в Ижевске, ушла из дома. И до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Последний раз ее видели в Казани. По имеющейся информации, девушка приехала в город автостопом. Оперативники не исключают того, что она может передвигаться таким же способом в пределах республики Татарстан и по городам России. Продолжение следует...